Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня начинаю новый цикл разговоров по душе. Ой, вы не представляете, как это страшно говорить про себя. Рожей корвалол пила, и все равно внутри все трясется. Так что вы уж, пожалуйста, строго меня не судите. Потому что первый раз я такой снимаю. Филя. Вот еще помощник тут. Ну, снимать надо, потому что мой такой опыт может быть, кому-то поможет разобраться в себе. Какие-то выводы сделать. Поэтому никак я не могла решиться, но все-таки решилась. Жизнь такая сложная штука. Каждая ее проживает по-своему. Вот вы знаете, я терпеть не могу сериалы. Такие про любовь. Я не могла их смотреть. Там какие-то ситуации высосаны из пальца. Какие-то отношения. Мне кажется, у нас у каждой женщины про ее жизнь можно книгу написать. И будет гораздо интереснее. Страшнее и интереснее, чем эти сериалы. Вообще мало, наверное, кто проживает жизнь так вот. Родился, учился, женился, умер. Я вообще не знаю, есть ли такие люди. Дочь моя по образованию психолог. И вот только она мне, собственно, помогла в себе разобраться. Хоть она и не считает себя психологом. Потому что раньше я вообще не понимала. Что, почему, как в моей жизни происходило. Ну, не могла вообще понять. А оказалось-то все просто. Все из детства. У меня такая мама. Она живет. Дай бог ей здоровья. Я очень тяжелый человек. Я даже думаю, что у нее с психикой не все в порядке. Она меня не любила. Да никого она не любила. Ни отца, ни сестру мою. Ни внуков. И вот все идет оттуда. От этой нелюбви. И я себя не люблю всю жизнь. Поэтому все так и складывается в жизни. Часто вспоминаю, как друг мой, Серега Сергеенко, Царство Ему Небесное, Он мне все время говорил. Любаня, зачем тебе мужик? Ты сама все умеешь. Уметь-то все умею. Только себя не умею любить и уважать. Ну, ладно. Теперь переходим к главному. Замужем я была, девочки мои, пять раз. Официально. И вот, собственно, наверное, от того, что я себя не люблю, все мои мужья как под копирку. Но ведь каждый раз выходишь замуж и думаешь, что это навсегда. На всю жизнь. А проходит время. Все накапливается, накапливается. Мужья у меня были замечательные. Все как положено. И изменяли, и били. Ой. Чего только не было. Вспоминать противно. Да. Ну, и проходит время. Все это накапливается, накапливается. И наступает такой момент, когда я понимаю, что все. Или я его убью и сяду в тюрьму, а у меня дети. Или надо расходиться. А еще я по натуре бунтарка. И все хочу какой-то справедливости добиться. И получалось так, что я сама, сама вот нарывалась. Знаю, что получу. Но мне вот надо что-то доказать. Вот вы знаете, как есть такой анекдот. Первый муж бил по этой морде. Второй муж бил по этой морде. Третий муж бил по этой морде. Может, морда виновата? Сейчас-то смешно. Вот. И получается. Пять раз была замужем. А вспомнить хорошего, вот даже... Ничего на ум не приходит. Говорят, что со временем плохое забывается. Что-то забывается. Только хорошее что-то никак не вспоминается. Филинка. Ты у меня прям звуковое сопровождение. Парень за два дня освоился. Теперь скачет, прыгает. Живет своей жизнью. И вот, собственно, самое страшное это в том, что у меня трое детей. И если у меня низкая самооценка. Я себя не люблю. То это же передается и детям. И у них отношения не складываются, как хотелось бы. Мне скоро будет 62 года. А вот переломать я себя не могу. Как было это всю жизнь, так и есть. Пыталась я как-то начать себя любить. Но у меня это не получается. Так что, мои дорогие, у кого маленькие детки, попробуйте как-то научить их любить себя. И тогда и все их любить будут. А мне уже в моем возрасте единственное, что остается, что можно вот своим таким опытом с вами поделиться. Грустно это все. Ну, уже назад ничего не вернешь. Даже сейчас, пока все это говорила, Кот. Хочется реветь. Ну, ладно. Вот такая грустная сегодня у нас получилась встреча. Ну, ничего. Все будет хорошо. Пока, мои дорогие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...